Даже вдали от родного дома Алина Хозяинова продолжает усердную подготовку к единому госэкзамену. Позади русский язык, но ещё предстоит показать хорошие результаты по математике и обществознанию. Ведь проходной бал в ВУЗ, можно сказать, решает дальнейшую судьбу абитуриентов. Выпускников 2020 года вообще можно назвать особенными, ведь они готовились к экзаменам в условиях дистанционного обучения. Было сложнее, потому что иногда можно просто на консультациях спросить учителя, что это значит, что-то как, а тут в основном всё ищешь сам, занимаешься. Но, конечно, учителя спрашиваешь, но всё равно это намного труднее. Но всё самое сложное уже позади. В этом уверен Игорь Белоусов. Парень из Нижней Пёши собрался поступать в военное училище, а потому к экзаменам подготовился основательно. А на ЕГЭ по русскому языку и вовсе поймал удачу за хвост. Попался лёгкий вариант. Тема пауз лёгкая, на тему уродина. Сочинение я написал довольно быстро. Текст о том, что мужчина, он начинает, ну, он хочет вернуться на родину своих родителей. И то, что автор поднимает проблему в том, что современные дети после окончания школы уезжают в города и забывают возвращаться на родину. Многие из этих ребят, кстати, обещают обязательно вернуться на родину, в Ненецкий округ. Окончат вузы и приедут уже квалифицированными специалистами. А пока юные жители Омы, Неси, Пёши и других населённых пунктов округа разместились на время проведения ЕГЭ в школе имени Пырерки. Здесь для них созданы все условия для комфортного проживания. Успехов в учении выпускникам пожелал временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный. Как сдали? На все 100 баллов. На все 100 баллов? Супер, вот это оптимизм, вот это я понимаю. Какой следующий экзамен? Математика профильная. Профильная, да. Ребят, всем вам желаю успехов, чтобы вы успешно сдали экзамены ЕГЭ, ну, естественно, чтобы все ваши планы по поступлению, они осуществились. Удачи вам в сдаче экзаменов и поступлении. Это вам сладкие такие подарки, ну, естественно, после ужина. Пообщавшись с выпускниками, Юрий Бездудный отправился инспектировать образовательное учреждение. Осмотрели спортивный зал и пищеблог. Здесь этим летом в рамках реализации национального проекта образования и регионального проекта «Успех» каждого ребёнка будет проведён ремонт. В этом году выделены федеральные средства на ремонт спортзала. Там будет проведена замена напольного покрытия. За счёт средств уже школы дополнительно планируется заменить и окна. Работы должны быть завершены у нас в начале августа. Подрядчик на этой неделе должен уже приступить к выполнению работ. Что касается пищеблога, то здесь такой показательный у нас пищеблог именно под требования федеральной субсидии на горячее питание для детей. Здесь все условия и требования у нас соблюдены. Уже к первому сентября ученики школы имени Пырерки придут в обновлённые родные стены.